МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первый день официального визита японская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Тайхиса Кадзуки посетила несколько ведущих предприятий республики. И сразу с десерта. Первым предприятием в программе стала кондитерская фабрика Аконт. Иностранные гости побывали в производственных цехах, увидели пусконаладку новой технологической линии. Далее в программе предприятие электротехнического кластера. Первым из них стал ЧААС. Тема обсуждения – подготовка квалифицированных специалистов. В ресурсном центре повышают свою квалификацию заводские специалисты. Здесь же студенты ЧГУ проходят обучение и практику. А в цехах тренируются на вот таких учебных панелях. Студенты видят реальное оборудование работоспособное, которое им позволяет научиться. И мы, соответственно, получаем готовых специалистов. Иностранную делегацию такой подход приятно удивил. В комплексах по соседству уже идет реальная сборка микропроцессорных устройств щитового оборудования. Совместно с японской компанией Тошиба налажено производство испытательных устройств для управления промышленным оборудованием. Еще одно предприятие – кластера ЭКРА. Здесь гостям с гордостью демонстрируют собственную разработку. Устройство проверки монтажа шкафов. Аналогов ему в России пока нет. С помощью программы мы в течение полтора часа проверяем шкаф. Если проверять вручную, то на этот шкаф уйдет два, а может и три дня. И если есть ошибки, все это мы видим на экране. И сразу же справляем. На последнем объекте к японской делегации присоединился и глава республики Михаил Игнатьев. Эти полуприцепы цистерны производят предприятие «Сеспель». Бензовозы, бетумовозы, газовозы. Емкости для химических и пищевых продуктов востребованы во всех отраслях экономики. На производстве используется уникальная технология сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов. У нас вообще хотят центр сделать в республике, федеральный центр по алюминиевым спаркам, по подготовке специалистов. Это практически наши специалисты придумали. Ноу-хау. Ноу-хау японская сторона оценила в полной мере и внимательно ознакомилась с каждым этапом производства. В месяц «Сеспель» производит около ста полуприцепов цистерн. Почти все комплектующие из отечественных материалов. На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование. Например, за покраску отвечает робот-маляр. Таихиса Кадзуки высоко оценил экономический потенциал региона и его инвестиционную привлекательность. Особое внимание на воспитание народа кадров. Вот это первое. На меня очень сильное впечатление. Второе место – это особое внимание на качество. Третье – здесь, в заводе. Это очень важная инициатива, инновация. Татьяна Леонтьева, Денис Ноздрюхин, Республика. Вообще для японской делегации составили довольно плотную деловую программу. Сегодня гости посетили и ряд предприятий в городе «Спутники». Что удивило заокеанских бизнесменов, узнавал Дмитрий Ковалев. Казалось бы, что гостей из страны восходящего солнца уже ничем не удивишь. Но японский посол, объезжая наши заводы, не расставался с личным фотоаппаратом. Таихиса Кадзуки признается, что за эти дни ему удалось снять немало интересных кадров. Контроль за качеством выпускаемой продукции на этом заводе наладили тотальный. Здесь производят сантехнику для ванных комнат. География поставок за последние годы увеличилась. Испанские предприниматели начали инвестировать в республику 11 лет назад. Главный фактор строительства завода здесь – выгодное расположение Чувашии. В 2007 году мы приобрели активы Чебоксарской и Новочебоксарской фабрики, а затем провели здесь модернизацию цехов. Теперь это предприятие соответствует всем стандартам безопасности. Власти республики нам оказывают поддержку. Ровно год назад на предприятии «Хевел» были выпущены первые образцы модулей на основе гетероструктуры. Спрос на ноу-хау огромный. В России такую продукцию не производят больше нигде. Японцам было важно понять, как на предприятии налажен рабочий процесс. Сейчас, в 2018 год, соответственно, уже увеличен производственный план на 10 мегаватт. В основном это связано с тем, что мы в первую очередь разработали производственную систему на предприятии. Внедрили, соответственно, фабрику идей. Японские бизнесмены не исключают, что солнечные модули из Чувашии в перспективе начнут поставлять и в страну восходящего солнца. В сфере солнечной энергетики наметилась большая конкуренция. В Чувашию приехало немало бизнесменов из Японии. Я уверен, что будет налажено плодотворное сотрудничество с предприятием. Гости оценили и качество тепличных овощей. В агрофирме «Альдеевская» томаты и огурцы сейчас выращивают на площади в 25 гектаров. Стороны уже прорабатывают совместные проекты в сфере сельского хозяйства. Глава республики отметил, что инвесторам предоставят готовые участки и налоговые льготы. От личных контактов начинаются всегда новые проекты, реализации этих проектов. И я уверен абсолютно в том, что мы с Японией еще выйдем на другой уровень взаимовыгодного сотрудничества. Бизнес-миссия в республику должна принести ощутимые плоды. Гости отмечают, что у Чувашии есть чему поучиться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоколев. Республика. С 1 апреля вырастут социальные пенсии. Выплаты увеличатся на 2,9%, в среднем на 241 рубль. И средний их размер составит 8300 рублей. В результате повышения ежемесячной расходы на выплату пенсии в республике возрастут почти на 6,5 миллионов рублей. В целом в этом году на пенсионное обеспечение жителей Чувашия будет направлено 57 миллиардов рублей. На ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам почти 3 миллиарда. Завтра в Чуваксарских центрах социальной защиты открывается запись выздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей. Новшество этого года. Теперь подать заявку на приобретение путевки можно не только в республиканские, но и в муниципальные лагеря. Это Бригантина, Березка и Волна. При покупке родителям нужно иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его страховой полис, а также документ о признании семьи малоимущей. Заявочные кампании для остальных семей Чуваксар стартуют с 14 апреля. Заявки будут принимать в школах. Прошлое лето выдалось дождливым и не очень теплым. Это повлекло рост заболеваемости растений, в том числе и сельскохозяйственных культур. В свою очередь это отразилось и на качестве семян. Сегодня специалисты Россельхозцентра массово проверяют семенной материал, заготовленный к весенней полевой кампании. В хозяйствах республики засыпано в общей сложности 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых. Специалисты Россельхозцентра выясняют, в каком состоянии они находятся и какой всхожести ожидать. В прошлом году растения часто болели корневой гнилью, септериозом. Зато бактериоз выявлялся заметно реже, чем в теплые годы. Тем не менее, зараженность семян остается высокой – до 60%. К счастью, в арсенале аграриев есть немало средств для решения проблемы. Семена нуждаются в обязательном предварительном протравливании, чтобы до посева они успели оздоровиться и вычиститься от инфекции, которой они поражены. И сходы, чтобы были здоровыми, и меньше было больных растений, и получить хорошие дружные сходы. Благодаря своевременным мерам доля кондиционных семян повышается. В некоторых районах высококачественный семенной материал достигает 90%. И еще одна хорошая новость – зимы и посеянные в прошлом году перезимовали хорошо. Потепление днем и морозная погода по ночам способствует уплотнению и уменьшению снежного покрова. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Второй в городе консультационный центр для родителей открылся на этой неделе. Он называется «Умка» и располагается в детском садике номер 7. Подобный центр при 201-м садике обновили в феврале этого года. В обоих учреждениях квалифицированные специалисты бесплатно помогают родителям, чьи дети нуждаются в занятиях с дефектологом, логопедом или психологом. Сначала занятия и знакомства, затем полная диагностика. Если потребуется, родителям предлагают комплекс занятий с дефектологом, логопедом, психологом. Либо советуют, как заниматься с ребенком дома. Так работают оба центра. Они оснащены современным интерактивным оборудованием для детей раннего возраста, для ребят с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году консультацию в центре при 201-м детском саде получили 250 семей и дистанционно через скай 55 семей. Все родители могут записаться на занятия по телефону или на сайте. Оба центра обустроили благодаря федеральному гранту Министерства образования и науки России. На общую сумму около 14 миллионов рублей. Белая ромашка. Под таким названием стартовал месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Четыре субботы подряд до 21 апреля в республиканском противотуберкулезном диспансере все желающие смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование. При необходимости можно будет провести консультацию врача-фтизиатра, сообщают в Минздраве Чуваши. Кроме того, в течение ближайшего месяца по Пугесям, Новочебоксарску и Чебоксарам, включая Заволжье, будет работать передвижная установка. Ее график можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения нашей республики. О Чебоксарах и местной кухне расскажут на федеральном канале. Завтра на НТВ выйдет программа «Поедем, поедим». Съемочная группа гастрономической программы гостила в Чебоксарах 4 дня в начале марта. Они доказали, что даже холод пляжным развлечениям не помеха. Ведущий Джон Уоррен смело катался на банане и скутере. Кулинар и филолог гостил и в 203-м детском саду. Съемочная группа объехала достопримечательности города. Музей Чапаева, музей трактора, этнокомплекс Амазония, экологическую деревню Ясна. Ну и, конечно, организовала кулинарную битву. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Удачных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин